Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители, кто будет смотреть YouTube-канал, Facebook-канал. И сегодня у нас очередная программа. Программа в интернет-портале радиоцентра SunGates. Я сразу скажу наши координаты, чтобы можно было позвонить, кто хочет в эфир. В основном это, конечно, для тех, кто слушает нас на территории США и Канады. Это 847-226-9956. Также можно вопросы задавать в эфир, если набрать на скайпе SunGates 1.08. SunGates – это солнечные ворота на конце буквы S 1.08. Ну, также нас можно будет найти и в YouTube, и в Facebook. Но, опять же, на сайте вот этого нашего гостя, который сегодня сидит напротив меня, можно сказать, не сидит, а находится по ту сторону экрана. Наталья Иванова. И, Наталья, здравствуйте! – Здравствуйте! – Да, ну, давайте я представлю нашу всё-таки гостью. Наталья Иванова – системно-интегративный коуч. Я буду говорить по-русски немножко непривычно, потому что по-английски оно по-другому звучит. Но, тем не менее, практикующий психолог, мастер традиционного рейки, кундалини рейки. В общем, там много рейки. Она, наверное, расскажет сама про все эти виды рейки. Но самое главное, что Наташа является сертифицированным инструктором тета-хиллинг. А вот это уже как раз тема наших программ. Главная программа – это как раз тета-хиллинг. Ну, второе слово – хиллинг. Что такое хиллинг? Как мы понимаем, это исцеление. И, вообще-то говоря, есть такая медицина, называется холистичная медицина, если по-русски. Ну, целостная, будем так говорить. Ну, и тут есть общий корень, конечно, исцеление – это хилл человека. Причем, что самое интересное, не только на физическом уровне. Что, в общем-то, для западного мира это совершенно не характерно. Обычно люди, так скажем, как-то больше физическое наше тело ощущают и лечат его. Ну, здесь немножко по-другому. Ну, и Наташа проводит, на самом деле, очень серьезные сеансы рейки, опять же, семинары и инициации. И вот, опять же, целительные сессии, целительские сессии тета-хиллинг. И является инструктором по обучению как раз-таки вот того самого направления, которое называется тета-хиллинг. Ну, была такая, так скажем, старая, ну, или не старая, но поговорка была «Лучше дать человеку удочку, а не рыбу». Вот как раз Наташа дает ту самую удочку людям, которые хотят не только получить исцеление от кого-то, как мы их называем, докторов пилюлькиных, а получить, в общем-то, исцеление от самих себя. Для этого, естественно, надо учиться. Ну, вот давайте мы сейчас и поговорим с Наташей по этому поводу. Наташа, все, что я сказал, было правда. Вы действительно этим занимаетесь? Да, конечно. Да, и каких успехов Вы достигли вот на этом поприще? Ну, значительных успехов я довольна результатами, именно поэтому я занимаюсь и продолжаю заниматься, и планирую продолжать это в дальнейшем. Много отзывов я вижу у своих клиентов, многие клиенты стали друзьями, хорошими, знакомыми, добрыми. Кто-то, конечно, исчезает из поля зрения, потом появляется, и я рада видеть то, что я вижу после нашей работы. Поэтому есть исцеление физически, да, то есть, когда это зафиксировано врачами, и большая часть изменений психологического состояния, именно эмоционального изменения в жизни, которыми делятся люди после работы, и это очень ценно. Наташа, а скажите, а что Вам больше нравится? Исцелять или обучать? Больше мне нравится, больше нравится индивидуальная работа с людьми, да. Обучать тоже очень мне нравится, но сейчас, по крайней мере, в данный момент больше я работаю как практик. Хотя тренинги тоже регулярно веду, это совершенно непередаваемый опыт, очень интересный, очень такой поток мощный. Сейчас пока, видимо, период, когда я работаю больше в индивидуальных сессиях с людьми. Хорошо. Ну, в двух, в трёх, в четырёх, как получится в словах, всё-таки, что такое тета-хилл? Ну, сначала определение, да? Тета-хиллинг. Первая часть слова тета – это волны мозга, это тета-диапазон. Все вы знаете, что у нас мозг постоянно гибрирует и на разном диапазоне. Обычно в бытовом уровне, в бытовом нашей жизни, наш мозг работает в бета-диапазоне достаточно быстрый, быстрые колебания – 20-30 колебаний в секунду. Потом есть более медленный диапазон – это альфа-волны. Это диапазон, в котором часто работают целители рейки. Это диапазон, когда человек молится во время молитв в церкви и сам. Это диапазон, когда он погружается в сладкие мечты, переживает любовь. И в быту – это когда мы проваливаемся в сон между сном и бодростью. Такое очень приятное ощущение – это альфа-волны. Так вот, считается, что альфа-волны, они уже гораздо более целительные, чем бета. Именно в них сила молитвы. Все знают, что молитвы у нас исполняются очень часто, более чаще, чем обычные мысли. То есть альфа-диапазон уже мозг формирует нашу реальность. И еще более медленный диапазон – это тета-волновой диапазон. Это 4-6 колебаний в секунду. И в обычной жизни мы достаточно редко его осознаем, переживаем. Мы находимся в нем во время глубокого сна, либо во время глубокой медитации. Так вот, тета-хилинг – это работа человека, когда его мозг вибрирует в тета-волновом диапазоне. Во время сессии в тета-состояние входит целитель, практик. И иногда бывает, сканирует он человека, или истерение производит, или, скажем так, видит и выводит человека к нужным осознаниям, помогает ему что-то увидеть, осознать. Во время обучения, во время тренингов все студенты обучаются очень быстро и легко входить в тета-состояние. По необходимости в любой ситуации. Понятно. А скажите, я прошу прощения, скажите, есть ли человек, ну, пациент или клиент, что ему надо делать? Вот вы входите в тета-состояние, а он куда входит? Он находится рядом. И на самом деле он пассивно, его мозг тоже подключается к этому состоянию. Он может это чувствовать или не чувствовать, но все отмечают, что возникают какие-то мысли, осознания, да, очень более ясно, ярко чувствуют. Мы в эфире, вообще-то говоря. И даже если нас где-то не слышно, это не имеет значения, у нас идет запись, мы потом будем слышать там. Вот на внешнее раздражение отвлекаться мы давайте не будем. Так вот, от пациента к клиенту нужно честно выразить свой запрос, то есть что он хочет в своей жизни изменить, исправить, исцелить. И все, и довериться потоку. Дальше идет сессия, как разговор, легкое пообщение. Вопрос-ответ, в том числе и энергетическое воздействие идет, конечно же. Ну, то есть человеку нужно расслабиться и позволить происходить тому, что происходит. Допустить чудо в своей жизни, допустить исцеление, допустить изменения. Наташ, скажите, вот вы в такой жизни пришли через свои какие-то собственные, были у вас, наверное, какие-то проблемы, а обычно человек так что-то с него там не падает с неба, вот озарение такое, давайте-ка я займусь это хилинг. Обычно люди как-то сами, что такое у них происходит, после чего они сами справляются, если справляются, а потом решают помогать другим. Вот у вас такое было или нет? Ну, конечно, конечно. Зачастую, да, мы все, к сожалению, приходим к развитию к своему, становимся на путь такой, не просто так, а пережив какие-либо определенные трудности, кто болезни, кто стрессы, потрясения какие-то. Поэтому, конечно, конечно, были ситуации в жизни, то есть были проблемы финансовые, были проблемы личные, был тяжелый развод, были осознания и мысли, что же не так, были поиски, почему же не складывается жизнь не так, как хочется, да, были какие-то представления о том, как это должно было быть, картинка какая-то желаемой в жизни была, вот, и все никак не складывалось. И даже в самые, казалось бы, удачные, спокойные, да, жизненные периоды, почему-то все равно чего-то не хватало. Вот не хватало, как бывало моменты, когда все есть, а счастья нет. Да, и вот здесь вот стало такой свербить и нужно искать, что же, что же такое. И, конечно, особенно, особенно меня подтолкнул, да, разговор, и я оказалась ребенком в городе большом, да, в Москве, вот, и начался такой путь, очень поддержали меня друзья и, конечно, в общем, пошла информация. Я так предполагаю, что был задан главный вопрос, что я хочу, как я хочу жить, да, почему, зачем мне все то, что со мной происходит, да, зачем. Что-то я, наверное, должна понять, что жизнь все бьет и бьет по голове. Как-то по-хорошему не понималось и постоянно подкидывали таких пинков. Поэтому был задан нужный вопрос и включился нужный фильтр, пошла нужная информация, пошла информация по психологии, пошла информация по, не только по классическому, да, такому пути нашему, но и по таким эзотерическим практикам. Это рейки, целительская система, это коучинг, уже более такой приземленный, да, вид, практик. Вот, то есть практическая психология пошла. Конечно, мы в первую очередь ищем, как помочь себе. И если это получается, если люди задают вопросы, слушай, как-то, ну-ка расскажи-ка, мне кажется, что ты что-то знаешь. Вот у меня было на последнем месте официальной работы, мне прям подходили, мне говорили, что-то ты вот по-другому со всеми выглядишь, нежели все окружающие наши организации, что-то ты, по-моему, знаешь. Ну-ка пойдем-ка расскажи. Что-то ты скрываешь. Да, что-то ты такого знаешь. И поэтому, конечно, я делилась сначала с друзьями, с родными, естественно, на себе все это испытывала. А потом так вот сложились обстоятельства, что я сделала сайт и расширяла сарафанное радио. И, конечно, постоянное обучение. Постоянное-постоянное обучение. Приходила информация. Вот так в ТТ-Хилинг пришла информация. Мне выпалась книга Виан Стайбл. И вот так в ТТ-Хилинг я пришла. Хотя, честно скажу, не только ТТ-Хилинг. То есть, не только. Это не один. Понятно. Наташ, ну, все это, конечно, очень интересно. И вы правильно говорите. Нам всегда что-то не хватает. Мы все время что-то изучаем. Зимой нам не хватает лета. Была песня такая. Ну, вы сказали о том, что финансовые какие-то были затруднения. А что, вот ТТ-Хилинг помогает и решить финансовые затруднения? Или это, так сказать, другая сфера? Нет, почему же? ТТ-Хилинг охватывает вообще всю сферу нашей жизни. И работает со всеми нашими убеждениями, которые касаются всех сфер нашей жизни, в том числе и финансовых. Понятно, что финансовые проблемы не рождаются на пустом месте. И это отражение, скажем так, это называется социальной болезнью. Есть физические и личные болезни человека, а есть социальные. И это, например, когда человек не может найти работу или когда у него действительно финансовое затруднение, бедность. Поэтому с этим тоже работается. Основная проблема проводится именно на убеждениях, кто во что верит человек, в его мысли, в его установках это все заложено. Причем интересно, что не только в тех установках, убеждениях, которые он в этой жизни получил. Бывают убеждения, которые фитонны с молоком матери, да, о которых нам говорили родители. Те программы, по которым жили наши предки, родственники, они тоже очень сильно влияют. Мало того, даже земля и страна, в которой живешь, они тоже влияют. У них тоже есть система убеждений, которая транслируется, которая фитонна каждым человеком. И с этими убеждениями тоже работает этот хилинг. Иногда человек просто не позволяет себе жить изобильно, жить благополучно или, наоборот, он стремится только к деньгам, не понимая, зачем им они нужны. Да, вот просто чемодан денег и все, и будет счастье. Чемодан денег получает в жизни, а счастья нет. Поэтому, то есть опять же, опять мы убираемся в вопрос осознанности, вопрос работы с осознанием, с осознанием. Ну, вы знаете, это абсолютно правильно. Буквально пару дней тому назад я беседовал с одним моим хорошим знакомым из Лос-Анджелеса, и мы как раз говорили на эту тему. Он системный коуч тоже, трансформационный коуч, и это очень интересное то, чем он занимается. В прошлом очень успешный бизнесмен, но, не вдаваясь в какие-то детали, как мы сами понимаем, было что-то, что сподвигло его закончить ту, скажем, материальную деятельность, которой он занимался многие годы, бизнесом, и все-таки заниматься чем-то другим. Имеется в виду о том, что мы знаем очень многих богатых людей, которые имеют действительно очень много денег, но не имеют, к сожалению, счастья. Скажите, последние научные исследования показывают, что, меняя наши мысли и убеждения, мы можем изменить процессы, которые происходят в нашем теле, вплоть до изменения даже ДНК. Это правда? Да, это хирин тоже на этом основано. Конечно, эти исследования как раз и подтверждают именно то, о чем говорит эта хирин. Я тоже очень рада все читать, когда уже наши ученые это подтверждают. Да-да-да, абсолютно. Сила мысли, вера творит чудеса. Это так и есть. Когда, несмотря на любые диагнозы, несмотря на любые какие-то утверждения, убеждения, ограничения, происходят чудеса, происходят изменения. И врачи разводят руками, и окружающие. Поэтому это точно так. Скажите, какую часть вашей практики занимает, скажем, целительство, если сравнивать, ну скажем, целительство, допустим, убеждений, мыслей или целительства физического тела? Работа с мыслями и суждениями занимает большую часть. Больше, подавляющие, большую часть. Ну а если человек приходит к вам больной, скажем, на физическом уровне, с какими-то серьезными, допустим, заболеваниями, в вашей практике есть какие-то, скажем, примеры исцеления таких людей? Есть. Есть примеры исцеления, есть примеры прекрасной динамики, которая сейчас продолжается. И в таких случаях мы все равно приходим к тому, что привело к этой болезни. И только когда человек понимает, зачем ему нужна эта болезнь была, нужна, да, как бы дико это не звучало, только тогда идут, начинается переломный момент и начинается улучшение. Потому что есть такие клиенты, которые приходят очень редко, сейчас уже, я думаю, слава богу, когда говорят, сделайте мне, я вам плачу, сделайте мне. Вот, и все, я не хочу ничего делать, я не хочу ничего понимать, слышать. Вот это, ну, это очень маленькая вероятность, что человек вообще поймет и что-то будет хоро. Ну, я не берусь судить, что дальше будет развиваться в дальнейшем его диагноз. Вот, если человек готов работать и готов изменяться и что-то понимать, то тут никогда не проходит без следа. Улучшение есть всегда. Степень улучшения и скорость, и стреление, да, зависит уже тоже от человека, насколько он готов, от его веры и сомнений, от его окружения, да, попадания в определенные круги, которые дают эту веру, дают это сомнение. И мы бываем из естествия, мы это все опять понимаем. И человек в конце концов приходит к осознанию, к спокойствию, к ясности, да, и тут уже идет организм быстро, радостно начинает восстанавливаться, потому что организм наш по идее должен жить долго, быть здоровым, и состояние, хорошее состояние, да, должно быть нашим естественным состоянием. Ну, к сожалению, логики, страхи, обиды, вина и негативные, да, и эмоции, неэффективные наши эмоции, убеждения, они как раз не позволяют, просто мешают организм быть здоровым. Так вот, это хилинг позволяет избавиться вот от этого лишнего мусора, проработать эти обиды, не просто щелкнуть и убирать обиды, нет, он позволяет понять, откуда она родилась, что было, зачем был этот опыт, на кого мы обиделись, точно так же с чувством вины, точно так же со страхами, за что лежит под страхом. И вот уже с теми глубокими, с глубокими программами в жизни мы работаем, и как только мы убираем, расчищаем свое сознание, подсознание, то тут же силы нашего восстановления, да, естественно, самоистеления, вот это умение нашего организма исцеляться, оно просто просыпается и быстро, главное не мешать, и быстро начинает восстанавливать здоровье. И физическое, и психологическое, да, и эмоциональный тонус повышается. То есть тут уже процесс пошел запущен, и я говорю, я вижу очень много людей, которые мы с ними общаемся до сих пор, вот я очень рада видеть то, что происходит. Ну, да, это то, что вы говорите, абсолютно правда, это перекликается с другими многими направлениями. Я могу просто привести пример о том, что мы часто посещаем такой духовный госпиталь, который находится в Бразилии, и там живет очень известный во всем мире человек, которого зовут Джан Офгат, или Джон от Бога, допустим, по-русски, да. И туда приезжают люди со всего мира, там побывало за 50 лет более 25 миллионов человек. Ну, и всем всегда говорят одно и то же. Болезнь ваша – это, собственно говоря, сигнал для вас, для осознания того, чтобы где-то, когда-то что-то было как-то не так. Ну, правильно, неправильно, нет такого на все, как говорится, воле Божье, на все уже предусмотрено, предрасположено, но в наших силах это все эти вещи изменить, если мы, конечно, поймем эти сигналы. Поэтому изменение чего-то, ну, образа, скорее всего, жизни, образа своих мыслей, дает нам возможность изменить очень многое и в то же время вылечиться даже от смертельных заболеваний. Но, конечно, для этого надо работать, не все готовы. Есть такое даже, есть такое слово, да, наше само слово болезнь, если его разложить по частям, болезнь, да, Бог лечит знанием. Это знанием, зачем тебе это нужно, зачем тебе это дано, да, это испытание или наказание, кто как считает, но не просто так это точно. И человек понимает, что это, то есть, как иногда говорят, не понимаешь по-хорошему, да, намека от Вселенной. Иногда просто человека кладут полежать, полежи, подумай, да, поболей, подумай, как ты живёшь, как ты думаешь, что ты несёшь в этот мир. Поэтому успеет человек понять, осознать, захочет он это изменить, потому что на самом деле я сталкиваюсь иногда, что человек не хочет менять, то есть он говорит, что да, я хочу вылечиться, но на самом деле у него есть скрытая выгода, иногда и открытая выгода от болезни. Когда, например, родственники вокруг прыгают и проявляют гораздо больше заботы к больному человеку, и он считает, что иначе он бы её не получил. Конечно, ему хорошо постоянно быть в, там, принимать помощь, и человек это увидит во время сессии, да, во время либо курса, либо нашей сессии, и когда он это видит, и он понимает, что можно получать заботу, любовь транслировать, как-то по-другому, да, проявляется, и не обязательно для этого болеть. Вот. Иногда человек болеет для того, чтобы не принимать важных решений или не заниматься чем-то нелюбимым. Тоже проще. Ну, не всегда сознательно, иногда просто ему так проще. Самый такой лёгкий выход приходит иногда в голову. И удивительные вещи. И иногда человек не готов отказываться от этого. Я видела, когда человек видит смысл своей жизни, именно заниматься собой и ходить по врачам, когда больше нечем заниматься. Ну, вот, например, нет семьи, он не хочет в эту сторону смотреть, там, осуждает, например, всех, всех родственников, всех, и не хочет. У него больше ничего не остаётся, как только ходить по врачам. И, конечно, здесь целитель может голову разбить рядом, и ничего не выйдет. И это право, да, это право человека. И я уважаю даже такое право, правильно? Мы уважаем это. Это выбор человека. Можно показать. Да, совершенно верно. И каждый человек мы не можем заставить. Есть тема готовности у всех людей. Не все люди готовы к изменениям, к переменам и так далее. Но, тем не менее, дорогие друзья, мы сегодня как раз-таки говорим на эту тему. Дорогие друзья, это я обращаюсь к тем, кто нас слушает сегодня на интернете. Вот у меня там на другом экране монитора есть график. Я всё вижу. Кто нас слушает, сколько нас слушает. Нет, кто не вижу, извините. А сколько нас слушает. Вот. Я полагаю так, что с каждой нашей программой всё будет больше и больше людей. И, дорогие друзья, не понаслышке мы знаем о том, что действительно работать надо. Это тяжело. Ну, мы также знаем, никто не говорил, что будет легко. Но от этого зависят очень многие вещи. Наташа, я очень рад нашей встрече. Наша программа сегодня, вот именно этот сегмент программы подходит к концу. Вот совсем скоро мы увидим эту программу на YouTube, на Facebook. Ну, а дальше, конечно, люди, ну, надеюсь, поймут о том, что мы им помогаем. Если, конечно, степень готовности им позволяет принимать эту помощь. Поэтому я, Наташа, вас благодарю за ваше время. Ещё не очень поздно у вас в Москве. А у нас ещё вообще разгар рабочего дня. Но мы будем встречаться. Дорогие друзья, ещё раз. Это была встреча с Натальей Ивановой, практикующим Тета Хиллером. И она является educator или просто coach. Наверное, по-русски так. И всё это происходило на волнах интернет-портала радиоцентра SunGates. SunGatesRadio.com. Вы там можете, кстати, посмотреть. Там уже выложена информация о Наташе и то, чем она занимается. А также там можно будет прослушать все эти программы, которые также можно увидеть в YouTube и на Facebook. Ну, по Наташиным каналам она, понятно, это всё представит. Те, кто слушают нас и знают о нас, пожалуйста, это Facebook SunGatesRadio. Это на русском языке. И это YouTube тоже. SunGatesRadio тоже на русском языке. Можно найти это на YouTube. Наша программа будет проходить достаточно, надеюсь, регулярно. По четвергам. Почему по четвергам? Ну, во-первых, четверг. Это я как нумеролог вам заявляю. Четверг это у нас планета Юпитер. Имейте в виду, поэтому я вот такому-то оранжевому. Потому что планета Юпитер именно такого цвета. Самое главное, планета Юпитер — это гуру. А гуру — это, понятно, учитель. Вот у нас сейчас с нами, можно сказать, в студии находится учитель Наталья Иванова, которая и даёт нам эти знания, которые нам, естественно, помогают жить. Наташа, спасибо вам большое. Спасибо. Я надеюсь, что наши слушатели будут писать вопросы. И мы в следующих встречах мы будем отвечать на живые вопросы. Я ещё раз только обозначу. Ну, для тех, кто проживает на территории США и Канады, это телефон практически бесплатный. Сейчас свободно можно звонить. 847-226-9956. Те, кто хотят задать вопросы по скайпу, это SunGates 1.08. Потому что я слышал, были какие-то там сигналы. Я получаю тут в ухе щелчки о том, что кто-то там задаёт вопросы. Но это не было в том самом скайпе, который я объявлял. Хотя, хотя, сейчас, сейчас, нет, это была рекомендация. Да, вот человек тут написал в скайпе. Рекомендация, ну, наверное, нам. Задал вопрос. Мы ему ответим после окончания нашей программы. Ещё раз, Наташа, спасибо вам большое. И до новых встреч через неделю на волнах нашего радио. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.